Дело не в работе, дело в сознании, мы говорили. Поэтому каково сознание? Поэтому сознание, направленное на служение, относится к высшей форме деятельности. Сознание в духе накопительства – это средняя форма деятельности. Сознание в духе, то сказать, убиения времени или просто убиения тела – это сознание в нижней форме деятельности. Поэтому дело не в работе. Дело не в том, что человек делает, дело в принципе в том, как он это делает. Поэтому внутреннее состояние, то есть мышление, в принципе, определяет поступок. Поэтому, например, мы видим, человек что-то совершает, может быть даже что-то очень плохое. Но в чем идет разбирательство, почему он это сделал? Зачем он это сделал? Даже какое-то жуткое преступление, убийство, например. Все равно идет разбирательство, почему, зачем. А какое было сознание, даже какое было сознание в тот момент? Аффект, значит, аффект, меньше срок. Сознательно был план, значит, больше срок. Организатор – по полной программе. Исполнитель – поменьше. Смотрите, а поступок один и тот же. Но мы разбираем, почему, каково было внутреннее состояние, внутреннее настроение. Поэтому то же самое с работой. Абсолютно одно и то же дело, в принципе. Могут делать разные люди, но сознание у них будет разное. Поэтому в трактатах говорится, что по деятельности трудно узнать о духотворенного человека. Потому что сама деятельность внешней выглядит, в принципе, так же. Можно только по сознанию узнать о духотворенной личности. Еще выпуски. Игорь Михайлович 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 Игорь Михайлович